СУЗУКИ СВИФТ Покупаясь на необычный внешний вид, владельцы оказываются совершенно не готовы к капризам этого маленького японца. А их хватает. Ярослав Левашов. Автокритик. Эксперт по оценке автомобилей. Судя по толщине краски, здесь перекрашивали только заднюю дверь. Но серьезного удара не было. Все швы в порядке. Мотор 1,3 проверен временем. Он остается на Игнис, Лиану, Джинни и другие модели концерна. Неприхотлив и надежен, как швейная машинка. Но его можно убить плохим бензином или несвоевременным обслуживанием. А какой расход? 8 литров в городе Носок. Я думал, что меньше. Автомобиль создавали в первую очередь как женский. Но салон этой оригинальной машинки слегка разочаровывает. Слишком лаконично и даже скучно. Двигатель работает ровно. Даже со скидкой на класс машины в салоне слишком много звуков и поскрипываний. Тихо поездить неудачно. О! А теперь затребезжали двери. Забавно, правда? Коробка передач Ахиллесовой пятомодели. Причем доставляет проблемы и робот, и механика. Обычно сцепление на роботе Свифта живет не более 50 тысяч. При этом его нужно постоянно регулировать. Но в итоге все равно дорогостоящий ремонт. Считается, что механическая коробка надежна. Но не на Сузуки Свифт. Износ механики нередко проявляется троллейбусным гулом при сбросе газа. Или, например, воем на пятой передаче. Слабое место в подшипнике. Обязательно проверьте коробку в движении. А сцепление меняли? Нет. Будущему владельцу повезло. Подвеска жестковата. Чувствуется, как жестык и неровность. Управляется довольно предсказуемо. Очень неплохо входит в поворот. Подвеска звуков не издает. А вот педаль сцепления почему-то поскрипывает. Эту конструктивную особенность легко исправить. Надо смазать привод. Но хватит ненадолго. Если морозным утром из задубевшей подвески Свифта слышатся скрипы, хрёстя и чавканье, не пугайтесь. Большая часть звуков пропадет после прогрева. Ступичные подшипники – еще одно слабое место Свифта. Впрочем, этим страдают все машины с маленькими колесами на дорогах с большими ямами. Но на этой машине подшипники в порядке. Здесь скоро придется заменить тормозные колодки, а вместе с ними и тормозные диски. Износ близок к критическому. Водителю и переднему пассажиру здесь будет удобно. А сзади удобно, пожалуй, только двум подросткам. Вряд ли в маленький автомобиль войдет много вещей. Проверим. Несмотря на то, что машина женская, коляска, к сожалению, не влезла. Но для поездок по магазинам места в багажнике вполне хватит. Четыре балла за кросс-тест. Есть риск получить травмы при боковом ударе. Попробуем развернуться. Три движения. Вполне предсказуемый результат. Неплохо, неплохо. Производитель заявляет немалый клиренс. 155 миллиметров. Здесь стоит защитный фартук, поэтому будьте аккуратнее. Такая машина всегда должна быть чистой и нарядной. Но что поделать, на дорогах бывает грязно. Поехали. Шлифт не только красивый, но и грязестойкий. Стекла и зеркала практически чистые. Маленькая машина сама себе охранная система. Угонщики предпочитают более престижных родственников. На мой взгляд, меньше всего проблем доставят свифт с мотором 1.5 и автоматической коробкой передач. Но на вторичном рынке чаще всего встречаются 1.3 с механикой или роботом. Эта машина в отличном состоянии. Но на следующем целом придется заменить тормозные диски и колодки. Это обойдется около 10 тысяч рублей. Да, проблем у модели хватает и коробка сплошная, разочарование. Кому как повезет. Я машиной очень довольна. Спасибо. До свидания.